И теперь я знаю, с каким он на меня стоит, смотрит. То есть он во мне видит, как только кусок мяса для удовлетворения. Вот что-то в интернете понахватался. Ты же больше по-другому, наверное, не можешь смотреть. У тебя уже больной взгляд на любую женщину. Это разве не обидно? Вот я и говорю, что должно в себе все это надо. Каким взглядом ты на него будешь смотреть? Советы-то вот в таком формате. Вот мы собрались, вот посоветовали, а не демонстративно вышел там показать. Ты подумал, что бах, все, батюшка, все. Так, быстренько разворачивайте все. Ну не будет же такого, да? Ну ничего так не решается-то? Ну чуть-чуть-то, где мудрость? Я не знаю. А теперь у этих обиды. Женщина, нежное создание, как говорится. У них там в этой. Вот теперь с какой ее применем стоять? Да было бы действительно что-то. А ты, как-то, смотрел и вляпнул. Ну никто. Я здесь, значит, это. И в 40 лет уже у меня связано с уже. Нигде такой вопрос вообще не возникал ни разу. Ну было бы где-то как-то. И разное было. Тем более, что у нас. У вас... Другие говорят, что у вас там сестры одеты, как старухи. Все там в длинных платьях вроде там. Ну кто люди такие там. Ничего не видать. Я говорю, а вам что надо смотреть? Что надо смотреть? Смотрите у своих жен дома. И все, что надо вам интересное смотреть. Это форма. Чтобы не было ничего открыто, тела не было. Ну и все. Поэтому здесь ты совершенно поступил неразумно. И я бы так сказал даже. Ты сделал это для того, чтобы... Может быть, ты очень хотел бы здесь жить. А вот, то есть не жить. Но чтобы это бы не твое, а как бы сказать, а вот меня здесь не приняли, поэтому я сделал и так, чтобы против себя настроить там всех, чтобы у меня здесь не было житья. Было у тебя такое в мыслях, нет? Ну по-честному. Ты вот честно сказал про свои мысли, как бы, респект тебе, что вот, ну по-честному ты сказал, что у тебя такие мысли. Я говорю, ты что думаешь, у других таких мыслей нету? Да просто у всех ума хватает или мудрости об этом, ну как говорится, молчать. Это же твой грех. Почему ты свои верхи вешаешь на кого-то? Так ты и борись, бейся там головой, хлестай себя плеткой. Как в фильмах вон эти там монахи всякие. Вериги навешай на себя, ходи там, нельзя. Да, слушай, тебе так плодь буйствует... Либо возьми, женись. А жениться вы все боитесь, что вы трусом. Вот и все, и не обижайся. Жениться, это большой труд, что там говорить. Это большая ответственность, это обязанность. Хочешь, не хочешь, и все. Жениться должен носить немощи друг к другу. А как это здесь, когда он только видит, что немощи свои, других понести немощи невозможно. Нельзя, как это так? А должны-то так, чтобы... А вы, не знаю, ты может быть до этого был или нет, или ты пожил рядом там, с учителем, чтобы было. Но подражать нельзя. Чтобы подражать учителю, нужно жизнь прожить учителя. Знать все это, пройти через это, через все. Только тогда можешь ты. И то нельзя подражать. Так нельзя подражать. Бог не дал тебе, допустим, ему дал вот такой набор качества, вот такой. А у тебя он вот такой. Так у тебя, в принципе, шансов нету быть таким. Так зачем же вы туда лезете? Да Бог вас не будет искать там. Он Бог еще и накажет. И ты сам себя здесь в жизни будешь наказывать тем, что ты лезешь туда. Так будь на своем уровне. Найди свой талант. Вот апостол Павел же не зря указывает. Смотри, в 12 главе, в 1-й конечном. Он там последний говорит, у каждого Господь дал свои таланты, свои дары Святого Духа. Одну пропасть, другого там магия, другого. Основения, лечения и так далее. Вот смотри, Никита, в обществе жить. Не так просто организовать в обществе и в обществе жить. Да может так просто было сначала, когда я приехал и ногами топтал глину, делали кирпичи. Ногами топтали, делали. Первый дом строили. Все, все, все было, приходилось. Ну, делали как-то. Мы не ставили, что я вот там что-то другое могу сделать больше, чем мне Бог дал. А ты как-то понимаешь, что раз выступил и о последствиях не думаешь, какие будут этого последствия. Как это будет воспринято? Будет или нет, это воспринято тем, что я скажу. Понимаешь? Оно не только здесь. А вот едешь где-то что-то выпрашивать, допустим. Ну, такой пример. Я приехал в совхоз, нужно мне было там выпросить трактор. Чтобы. Директор сидит. Сидит директор. Не отвечает ничего. Я сижу в кабинете. Опять. Значит, Анатолий Сергеевич. Он в окно смотрит на меня. Зайдет кто-то инженер, там зайдет. Поговорит. А я сижу и ухожу. Сейчас сижу. Второй час сижу у него в кабинете. Он не уходит. Я сижу. Нет, нет, я опять что-нибудь там. Наконец он вызывает. Главное. Так, найдите, дайте там трактор. Махнула руку. Все. Пошел я. Трактор дали. То есть, понятступности по этому. Вот, а пошел. А, он такой-сякой. Ну, такой есть. Но у меня была цель. Цель получить мне трактор. Надо сделать. Потому что и нет ничего. И многое так приходилось добиваться. А не ставить что? А я вот там стал бы там кого-то учить. Нам цель была одна. Сделать это дело. А у тебя-то приехал, у тебя цели видать никакой нету. Ты только приехал, еще неделю прожил. И ты понимаешь, что ты практически всю общину настроил уже против себя. А с какой? Своим глупым вот таким рассуждением. Ну, кто тебя хоть один, кто-нибудь из членов нашей поддерживает в этом, что ты сделал? Нет никого. Ты считаешь, я прав. Да предприятие состоится при множестве советов. Так премудрец сказал. Помнишь это? Знаешь или нет? Да. Ты с кем посоветовался сделать это? Ни с кем. Так тебе приснилось что-то? А я вот это сделаю сейчас. Вот это и все. А ты посоветовался с кем-то? Кто с братьям посоветовал с кем? Подошел к батюшке посоветовал. Со старостой. А как вот это? Стоит или нет поднимать такой вопрос? Сделай как-то изменить это дело. Ну, я сам не понимаю, тем уже объяснили. Можно или не можно это сделать. Хотя бы подсказали реакцию на то, что будет. Ты думаешь, так просто было собрать сюда людей, чтобы приехали и это? Не так просто было. Это все. Здесь многим приходилось своим чем-то делиться. И мне это нематериально. А где-то идти на уступки, где-то там другим чем-то. А ты сразу раз приехал, только еще нет, еще ничего. Как говорится, не оперился, ни одного перышка нет на тебе, и ты уже давай крылья распускать. Да так разве делается в обществе? Да где же так делается? Поставить себя. А я вот это все. Что ты за пять лет там на Ползановой мудрости такой набрался? Да тот даже мудрец, с которым ты жил и рядом, и то он так и не поступит. Он прежде чем что-то это, он десять раз взвесит, а потом будет. А что будет? Какая реакция будет от этого? И что только тогда он будет уже предпринимать какие-то действия. А ты нет ничего, сразу так вот это давай, это все. Перестановку делать в храме клирос, туда это. Этих сюда там это. Так не делается нигде. Понимаешь? В твоем поступке цель, единственная цель, которую батюшка сказал, да, что ты, чтобы настроить всех, чтобы не жить здесь. Вот это вот реальная цель прям. Если ты вот это преследовал, молодец, это красиво было сделано, реально. Вот так вот, понимаешь, как это может собернуться? Как будто совпало, как будто ты об этом знал, поднял вопрос об одиночестве. Одному приезжать, строиться или нет, и этот вылез. Смотрите, как вот в одно собрание. Ну это вопрос у нас уже, да, после он как бы назревал. О, хорошо, как раз я сейчас подручу, но слово «одинокий». Это слово меня очень добавляет, это понимаете, это как, не знаю, кто из вас придумывал это слово. Это какой-то клеймо, который на бока ставит. Одинокий такой, понимаете, серый волк, он сидит, как в мультике на пеньке, такой, знаете, пёс и волк. Он говорит, ууу, с кем он не дружит, как будто как базой какой-то. В Писании такого слова нет, одинокий. В Писании, с коринфелем и с коринфелем, есть слово, есть слово, есть, женатый, есть, неженатый. Нема слова «одинокий». Одинокий, это вы как-то придумали, как будто какое-то отщепление с общества. Может, одинокий, счастливее вас живет десять раз. Не, ну хорошо, давай мы поменяем слово. Сергей Радонислав, счастливый, неженатый, но неженатый, а одинокий. Неженатый, нет, пожалуйста, неженатый. Все поняли, о чем речь-то, я сказал одинокий, все поняли, о чем речь. В Библии это неженатый, женатый, неженатый. Ты можешь быть одиноким, женатый можешь быть одиноким. Понимаешь, это говорится о том, что он женоричный одинокий, он женатый может быть одинокий. Это слово такое, ты одинокий можешь быть, тебя никто не подержит, Ты только живешь своим чем-то, у тебя нет ни друзей, никого, ты женатый, но ты одинокий. Он говорит правильно, что одинокий в данном случае не подходит. Неженатый. Хорошо, неженатый, то есть поменяем, пожалуйста. А когда ты сказал, ты стал одиноким? Суть не изменилась, то есть ты понял, да? Чтобы тебя это не обижало, по Библии, да, неженатый, все. А то, что ты говоришь, там волк на пеньке, твой учитель говорит, что неженатый, это как волк. Сегодня здесь, завтра там. Это же его слова. А с семьей все, ты уже остепенился, ты уже как-то что-то... У тебя цель есть. Мне надо каким-то обиженным представлять, я обиделся. Я просто ради слова Божьего сказал, что неженатый, я обиделся. Нет, это не обиделся. Почему? Хорошая века я заменил, да, неженатый, все правильно. Значит так, Никита, ты, если все-таки думаешь здесь жить, это мой тебе совет. Просто. Значит, должен ты, как говорится, не свое что-то, я только придумал. Прежде чем что-то сделать, посоветуйся. Предприятие состоится всегда при множестве советов. Только так. А так ничего не будет у тебя. Ты вот подошел, ляпнул, и представь, какую ты реакцию против уже кто тебе? Сестер ты, считай, всех против себя уже настроил. Обидел, скажем так, обидел. Даже и сестер уже их... Что, результат какой этого, то, что ты сделал? Результат. Ты должен, прежде чем сказать, а какой будет из этого результат? Как будет? Какой результат от этого будет? Ты об этом не думал? Нет, не думал. Тебе приснилось это? А надо это сделать. Все, все встал и давай это делай. В общем, я скажу так, что я, в самом деле, не знал, что у вас собираются какие-то мужские такие собрания, которые решат. В самом деле, я не знал об этом. Ты ему узнал, ты пожил бы немножко, узнал, как? По совету подшел к батюшке в старости. Знаешь, Игорь? С тех пор я говорю, что теперь, я надеюсь, мы будем собираться в нашем мужском коллективе. Игорь, выговорят нормальные мужские вопросы. Это не просто мужской коллектив. У нас есть устав, в котором прописано сзади, что любой вопрос решается сначала... Сначала собирается деревенское собрание, совет. Любой вопрос. А тут вопрос даже, ну, там, церковный вопрос. Вот он, староста, вот он, батюшка. Тебе кто еще? Подошел, посоветовал. И все. Ведь здесь совет нужно брать у композиции. А здесь из-за всего этого видно, как ты сделал, что ты не собираешься здесь жить. Нет. А как ты здесь живешь, когда ты уже ляпаешь такое, что против себя всех нас... Как против этого? Конечно, нет. Если бы собирался жить, то даже если что-то было бы тебе, говорится, в лицо плюнули, ты бы, ой, где-то капелька мне капнула. Даже бы и не заметил, отрелся бы и дальше. Плюет глаза, говорит, ой, боже мой. Ага. Так говорится, что говорит. Ты бы даже это, если ты думал, серьезно здесь жить. А если так посоветовать, если скажет, да никто, да ты и не думал жить. Чтобы была какая-то причина оговорки. Чтобы это вот, меня там не взлюбили, стали на меня это, поэтому я и жить там не буду. Да у нас и по уставам мы сейчас даже это и щупили, чтобы одинокий человек ни кого... Неженатый. Не было, неженатый, да. Неженатый. Или разведенный. Только женатый должен быть. Женатый, с женой. В общем, скажите, что у вас просто неженатые тут жить не будут и все. Нет. Не будут, Никитин. Просто 26 лет опыт. Уже у нас не один был и не один этого. Не приезжая, этого нет ничего. Поэтому мы в этом уже... У нас есть опыт в этом. Мы видим, что неженатый, нет, он не будет. Ну, вообще, вы как бы в мою ситуацию тоже не входите. То, что я человек, когда приехал со своей стороны, где такая жестокая ситуация, да, я приехал тут, трудился в вашей деревне. Ну, в самом деле, я с радостью трудился, мне было это интересно. Я из грешной жизни попал просто в такую волонтерскую работу и участвовал в допуэде. И вы в мое положение вообще нисколько не входите. Вы сразу... Входим. Нет, нет, нет. Если мы не входили в свое положение, то мы сейчас не собирались. Мы бы сказали, да пошел ты вон. Ну вот, да. Мы входим в твое положение, но мы и собрались, чтобы помирить. Ну вот, что неженатый ты, и все, а как там с тебя в жизни? Жениться надо. Вот неженатый. Никита, это условие. Это у нас уже на правиль. Кто неженатый, у нас просто ты проживешь 5-6 лет. Не переживайся дальше, не пойдет. Я не буду жить круглый год здесь. Я буду в сезон, в который тут можно собрать какие-то сливки. То есть, да бог мне позволит, что-то вырастет, собрать. А у нас на осень, зиму я буду в городе работать. Так, благодарим. В этом это уже едут? Едут уже, едут. Будь милостивым, Господи, не отвергнется от лица Твоего. И Духа Твоего, Святаго, не отнимет нас. Тебе слава, благодарение, честь и поконение Отцу, Сыну и Святому Духу. Ныне приисни, и вовеки веков. Аминь. Аминь. Бат, Алексей, дашь неженатому опилок немножко? Вопрос жизни дальнейшей. То есть, ты сам определяешься. У нас есть положение, там пишешь заявление, там рассматриваешь. Подождите, рано еще никаких заявлений. Нет, нет, я просто говорю, вы не дадите. То есть, не надо ничего придумать с головы. У нас все было, все в уставе написано. Вот у меня паспорт принесет. Мы же сам не будем показывать свою паспорт. Батюшка. Вот если вы желали, мне вот на 5 лет, даже не знаю, сколько лет, у меня вот видно жительство. Это последний пункт перед тем, как я могу принять гражданство, если захочу, конечно. А могу продевать каждые 5 лет за деньги, на полиции в России, мы не имеем право даже голосовать. За деньги? Надо внести огромный паспорт. Это надо с ведром к тебе прийти. Это надо с ведром к тебе прийти.